В жизни каждого человека время от времени наступает такой период, когда заканчивается один порядок и начинается другой. Например, когда ребенок из детского садика переходит в школу, а затем в университет. Самое главное в такой переходный период узнать расписание и порядок перехода. Чтобы быть готовым к этим изменениям и быть в нужное время в нужном месте. Сегодня мы узнаем о порядке перевода пенсионных накоплений в единый накопительно-пенсионный фонд. А также о том, какие преимущества нас при этом ожидают и где можно получить информацию о своих индивидуальных счетах. Здравствуйте! Это программа «Народный эксперт». Мы говорим на языке денег. На языке, который на самом деле несложно понять. Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался о своем будущем. И каждый хоть раз говорил про себя. А вот когда я буду на пенсии, я... Это значит, что мы можем спросить о пенсионных фондах у наших народных экспертов. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, в чем для вкладчика разница между несколькими пенсионными фондами и одним? Ну, не знаю. Насколько я помню, раньше можно было переходить из одного фонда в другой вместе со всеми своими накоплениями. Сейчас, возможно, что-то изменилось. В принципе, разницы никакой. Как хранились пенсионные активы на индивидуальных пенсионных счетах, так они и будут храниться. Как получали вы выписки, так вы и будете получать. Единственное, что способ получения выписки вкладчик определяет сам. Или это посредством личного обращения в офис ЕНП, или посредством получения интернет-выписки, или через электронную почту. Людям всегда важно знать, в чем плюсы тех или иных нововведений. Вот и нам стало интересно, что получат вкладчики теперь, когда все накопления будут находиться в одном месте. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какая будет экономическая выгода для вкладчиков от перехода в единый накопительный пенсионный фонд? Я слышала, что будет меньше комиссии. Здесь существует прямая экономическая выгода для вкладчиков, поскольку идет снижение комиссионного вознаграждения, которое получает накопительный пенсионный фонд. Если ранее значение комиссионного вознаграждения от пенсионных накоплений, от пенсионных активов составляло 0,05%, то сейчас это значение не более 0,25%. И если ранее от инвестиционных доходов в пенсионный фонд получал до 15%, то сейчас это значение не более 7,5%. Национальный банк Республики Казахстан ежегодно утверждает значение комиссионного вознаграждения для пенсионного фонда. Переход от одного к другому – это всегда большой труд. А для чего оно нужно? В чем преимущество ЕНПФ? Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Скажите, пожалуйста, а в чем преимущество единого накопительного пенсионного фонда? Ну, так я думаю, что он управляется национальным банком. Значит, можно быть спокойным за своих накоплениях. Во-первых, акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан. Управление пенсионными активами производит Национальный банк Республики Казахстан. А инвестиционную политику определяет Совет по управлению пенсионными активами, созданный при президенте Республики Казахстан. Во-вторых, не менее важным фактором является создание удобства для вкладчиков, поскольку прекращается миграция вкладчиков из одного фонда в другой фонд. Ну, в-третьих, конечно, сокращаются административные расходы самого пенсионного фонда. По большей части фонд превратился из коммерческого института в больше социальный институт. Конечно, ЕНПФ будет прилагать все усилия для того, чтобы создать все удобства для вкладчика и получению обратной связи с вкладчиком. Оказывается, уже все предусмотрено. Получается, что, по сути, вкладчики пенсионных фондов даже особо и не заметят разницу. Вот только экономия на меньшей комиссии и гораздо удобнее получать информацию о своих накоплениях. Люди во все времена задумывались о своем будущем. Но до появления пенсионных фондов каждый сам копил себя на старость или надеялся на детей и внуков. Когда же в мире появились эти организации? Какова история накоплений на достойную жизнь в почетном возрасте в нашей стране? Об этом мы узнаем в рубрике «История вопросов». Выплаты за особые заслуги в старческом возрасте получали еще легионеры в Древнем Риме. Первые пенсионные фонды, организованные государством с целью выплаты пенсий по возрасту, были созданы в Германии в 1889 году. В мире отношение к пенсионным фондам, вообще к пенсиям, особенное. Потому что это деньги пенсионеров, чувствительные деньги, скажем так. Хотя одновременно привлекательные, это длинные деньги. Во всем мире считается это наиболее привлекающим для инвесторов. Внимание! Потому что человек начинает работать, отчитать пенсионные фонды и выходит на пенсию где-то 44 года. 40-44 года. Большой период, который для инвесторов это просто благо, иметь такие длинные деньги. Поэтому в Японии, во многих государствах мира, это активно используется инвесторами пенсионных фондов. В Дании и Новой Зеландии в конце 19 века создали пенсионные фонды, ориентированные на помощь бедным. Они финансировались за счет общих налогов и давали необходимый минимум тем, кто подтверждал свой статус нуждающихся. Мы в начале реформы, когда проходили преобразования, с пенсионными выплатами были проблемы. Возникла идея перейти на чилийский округ. В Чили перешла создание частных пенсионных фондов. И частные пенсионные фонды активно работали в сфере крупных инфраструктурных проектов. То есть строительство дорог, трубопроводов, отдача которых может не сразу. Для них только пенсионные фонды помогали. То есть на 20 лет, на 10 лет. Самое удобное было для обеих сторон. И была гарантия. Казахстан первым из стран СНГ осуществил пенсионную реформу с 1 января 1998 года. 10% доходов трудоспособного населения переводится в накопительные пенсионные фонды на индивидуальные счета. Государство гарантировало, так, независимо от вашего работы, стаж это базовый. То есть вы по возрасту достигаете, получаете пенсию. Гарантированно. Определенность суммы. И плюс накопительные. То, что вы работали, отчисляли накопительные пенсионные фонды. У кого по-разному. Это вот добавлялось. У вас получалось, как бы вы получаете базовый, плюс еще накопительный через свой пенсионный фонд. В разрезе, по годам распределенно вы получали. На 1 октября 2013 года в Казахстане существовало 10 накопительных пенсионных фондов. С 22 августа начало свою работу акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд». К середине 2014 года туда планируется перевести все активы из накопительных пенсионных фондов страны. Я думаю, в данном случае государство может, по большому счету, завтра вкладывая деньги в хорошую сферу, может нарастить и доходную часть. Поэтому сама пенсия, плюс доходы, которые от вкладов делают государству в различные фонды, в различные акции, компания размещает на рынке, тогда это может привести к пенсионеру, он может получить доход. Здесь в данном случае гарантия. В крайнем случае государство будет отвечать бюджетам. Не просто, а частная компания разорилась, если доходов нет, тогда чем она будет отвечать? Теперь нам известно, как появились пенсионные фонды, какие из них существуют в Казахстане и что изменилось в отечественной пенсионной системе. Какие из всего этого можно сделать выводы? Как обратить эти знания себе на пользу? Узнаем в следующей рубрике. Готовься они летом, как говорят в народе, А задумываться о достойной старости нужно еще с молоду. И сегодня в рубрике «Народный маркетинг» мы узнаем о том, что важно для обычного человека в пенсионных накоплениях. Количество работающих людей в нашей стране превышает 8,5 миллионов человек. Одна из них – Анар. Как и многие другие, она уже задумывается о своем будущем и старается узнать как можно больше о нововведениях в пенсионной системе. Я узнала, что в 2040 году пенсия будет перечисляться из тех денег, которые я накопила за время работы. В это время я уже буду на пенсии. О своем старости я должна задуматься уже сейчас. Сегодня Казахстан – единственное государство на территории СНГ с многоуровневой пенсионной системой. До 2040 года планируется полный переход к накопительной пенсионной системе. У меня есть дочь, но я хочу быть финансово независимой. Когда я выйду на сослушанный отдых, я хочу гулять, путешествовать. То, что я сейчас работаю, я думаю, обеспечит мне достойный уровень жизни. Помимо отчислений, накопленных за время трудовой деятельности у вкладчиков, есть возможность увеличить размер выплат за счет добровольных пенсионных взносов. Для меня очень важно в ближайшие 40-50 лет, чтобы мой пенсионный фонд был надежным. Чтобы я могла получать пенсию без проблем. Президент Республики Казахстан призвал инвестировать пенсионные средства в индустриальные проекты, которые смогут приносить долгосрочную прибыль как государству, так и вкладчикам. Сейчас все пенсионные фонды объединяются. Я думаю, это хорошо. У нас государство стабильное. Если она будет контролировать, то я думаю, что за свои приняты можно не переживать. Народный эксперт рассказал нам о том, что действительно важно в пенсионных накоплениях. Надежность и стабильность. А также мы узнали, в какие проекты инвестируются средства из пенсионного фонда. С такими знаниями можно строить планы на 40, а то и на 50 лет вперед. В мире денег нет ничего сложного. Смотрите «Народный эксперт» и убеждайтесь в этом. Каких-то 20 лет назад компьютерная грамотность считалась достижением. А сейчас любой третиклассник осваивает новейшую технику лучше любого взрослого. Это значит, что пользователей интернета с каждым днем становится все больше. Это рубрика «Интернет-форум». Посмотрим, что интересует будущих пенсионеров, а значит и всех нас. На интернет-странице «Народного эксперта» Адильхан спрашивает, что требуется от вкладчиков для перехода в единый накопительный пенсионный фонд. Вкладчику не надо предпринимать какие-либо действия, поскольку все происходит в автоматическом режиме, без участия вкладчика, в соответствии с утвержденным графиком перевода объединения накопительных пенсионных фондов. График размещен в СМИ, а также на сайте ЕНПФ. Стоит отметить, что на сегодняшний день уже произошло слияние с двумя накопительными пенсионными фондами. Все работы будут завершены в соответствии с графиком к июлю 2014 года. На форуме «Профинанский.Изет» информационной площадки Национального банка «Венера» задала такой вопрос. В чем преимущество ЕНПФ? Комиссия фонда теперь будет вдвое ниже, и инвестировать пенсионные накопления будет Национальный банк. А у него в этом большой опыт. Один пенсионный фонд, которым управляет правительство, это надежнее, чем несколько частных фондов. Мы и наши эксперты готовы ответить на любые ваши вопросы о деньгах и вокруг них. Отправляйте их по следующим ссылкам на информационную площадку Национального банка, на форум «Профинанс.КЗ», на страничку «Народного эксперта» в социальной сети и на почтовый адрес Национального банка «Пресс-собачка-нашалбанк.КЗ». Также вы можете оставить свой вопрос или предложение по телефону, который сейчас вы видите на экране. Сегодня мы говорили о переходе в единый накопительный пенсионный фонд. О том, что это значит и какие изменения для обычных вкладчиков это за собой повлечет. С сентября 2013 года начата процедура по переводу активов в единый накопительный пенсионный фонд. До середины 2014 года из частных фондов будут переведены все пенсионные накопления. Управление активами Единого накопительного пенсионного фонда осуществляется Национальным банком Республики Казахстан. Ознакомиться с графиком приема передачи пенсионных активов можно на сайте ЕНПФ. Пенсионерами не рождаются, а становятся. И то, какой будет наша старость, в первую очередь определяет наши с вами пенсионные накопления. И напоследок интересный факт. Пенсии в России, как и многое другое, ввел Петр Первый. В те прежние времена цари за особые заслуги жаловали поместьями и дарили теплые шубы. Это был ваш народный эксперт и я Дмитрий Доронин. До встречи через неделю и помните, не в деньгах счастья, а в их надежности.